Каждый год я собираю крупную, ароматную, сладкую клубнику ведрами. А все потому, что в середине лета провожу эти приемы. В этом видео мы удалим ненужные листья, усы, сорняки, подкормим и обработаем клубнику. Я покажу вам, какие кусты необходимо немедленно выкопать и сжечь, чтобы они не лишили вас урожая. А если досмотрите видео до конца, вы узнаете, какое растение необходимо посадить возле клубники, чтобы ее вместо вас не съела нематода. А сейчас пошли на грядку. Первое, что я делаю, когда начинаю работать, приводить в порядок клубнику после плодоношения, это срезаю листья. Но здесь есть маленький нюанс. Стопроцентно срезаю все листья в том случае, если это сильное поражение, особенно вот листовыми пятнистостями. Вот сейчас, ну, минуточку покажу вам. Вот она, красавица, красная или бурая пятнистость. Если поражены все листья, все листья будут удалены. Есть сорта, которые, как мы ни стараемся, все равно подхватят одну, две, три веснушки. Удаляем. А есть очень устойчивая сорта. У меня здесь сорта смеси, вот рядышком растет красавец, красный берег. Смотрите, чувствуется устойчивость. Этот лорд у меня весь в пятнах, красный берег, а одно единственное пятнышко. Если кусты молодые, первого года посадки, листья я практически не срезаю, потому что им сейчас главное нарастить массу. А если я удалю даже здоровые листья, это серьезно ослабит растения, и они на следующий год заложат меньше урожая. Поэтому срезаем листья на кустах двух-трехлетних, и если молодые поражены сильно, тогда на них тоже. Чем можно, кстати, срезать? Можно секатором. А я люблю старый проверенный бабушкин еще серп. Кстати, многие иногда спрашивают, на какой высоте обрезать? Приблизительно на высоте сантиметров 5 от уровня почвы. Почему? Очень важно не повредить молоденькие листики, распускающиеся на рожках. Вот они здесь. Их обязательно нужно оставлять. Если мы их срежем, мы сыграем для растений плохую службу. Обязательно удаляем все усы. Вот здесь у меня подгнившие ягоды, они уже перезрели. Тоже все отправляем сразу же в ведро. Кто-то может сбрасывать, кто-то может косить. Ну да, кажется, так просто взял триммер и скосил все на одном уровне. Но при удалении листьев триммером получается часто, что срезы размочаленные, которые очень плохо подсыхают, легко заболевают. Это не есть хорошо. Поэтому серп, секатор, специальная такая коса. Вот недавно видела на Вайбере с такой интересной косой китайской. И срез получится гораздо ровнее, гораздо качественнее. Вот смотрите, ниже обрезать не стоит. Главное сохранить вот эти вот молодые распускающиеся листочки. Именно они станут источником питания для кустика на весь оставшийся сезон и уйдут дальше на зимовку. Обязательно удаляем усы. Если только вы не собираетесь размножать клубнику, землянику самостоятельно. Но здесь тоже есть маленькие секреты. Если вы хотите от своих самых лучших кустов получить качественные усы, качественные розетки, запомните, оставляйте только усы первого порядка. Это то есть те, которые... Сейчас мы найдем. Вот как раз прекрасная плеть. Смотрите. Это те усики, самые первые от маточного куста. Вот это ус, розетка, вернее, первого порядка. Вот здесь розетка второго порядка. Здесь еще может образоваться третьего, четвертого. Максимум, который я находила у себя на грядке, у меня на одном усике было целых семь розеточек. Желательно, чтобы от одного маточного куста их отходило не больше трех, четырех, но максимум пяти. Тогда все питательные вещества получат только они, разовьют мощную систему. Будет очень хорошее, крепкое, толстенькое сердечко у этих розеток. И на следующий год они дадут реально серьезный урожай. Не просто две-три ягодки, а это будет, извините, по чашке ягод с каждого кустика. И когда спрашивают, какой же срок посадки земляники садовой самый лучший, я всегда говорю, это август. За август, сентябрь, часть октября, короче, до конца вегетационного сезона посаженные молодые кустики успеют набрать неплохую листовую массу, окрепнуть. И на следующий год вам уже не нужно будет ни удалять соцветия, как при весенней посадке. Смотрите, сколько усов на одном кустике. Если их оставить, то представьте, сколько сил они оттянут на себя. Поэтому я их удаляю. У меня пока не стоит в планах их размножать. Есть уже товарищи на размножение. В общем, лучше всего посадка именно августовская. Так вы не теряете вегетационный сезон, получаете хороший урожай на следующий год от окрепших, хорошо развитых молодых кустиков. Кстати, до каких сроков можно проводить срезку листьев? Кто-то считает, что даже в сентябре. На самом деле срезку листьев нужно проводить до середины лета. Оптимально, как только вы собрали последнюю ягоду, можно приступать к обрезке. Почему не позже? Дело в том, что срезая листья позже, где-нибудь в августе, мы оставляем растению очень мало времени на то, чтобы восстановить листовую поверхность. Чтобы восстановить листья и накопить как можно больше питательных веществ. Поэтому срезаем сейчас, не откладываем на потом. Иначе сыграем для своих растений отрицательную роль. Кстати, чтобы облегчить себе работу, срезали листья и сразу складываете их в корзинку, не разбрасываете по участку. Меньше будет потом хлопот собирать эти листья, сгребать их. Розеточка какая! И она не нужна, она тоже пойдет в компост. Все пойдет в компост, а там мы аккуратненько все зальем триходермой и получим великолепный компост, который через два года может вернуться на эту же грядку. Если хотите получить действительно очень крупные, хорошие кусты, здоровые, с высоким урожаем, сажайте их пореже. Обычно сажают на расстоянии 20-25 сантиметров. Но по моему опыту оказывается, что этого для хорошей почвы, для хороших кустов мало. 30, не меньше. Пускай лучше кусты не сильно соприкасаются друг с другом, но зато им будет больше площади питания. Кусты будут лучше проветриваться, меньше будет гнилей. И не надо будет удалять лишние рожки на кустах. Я вот буквально в этом году на своей грядке еще на одном огороде пришлось удалять кусты сами. Сажала я их на хорошую плодородную почву, сажала их по регламенту 25 сантиметров. И я не ожидала, что они начнут расти так активно, я бы сказала, даже агрессивно. В результате кустам уже в этом году исполнилось 4 года, я могла бы их выкорчевать. Но решила дать им еще один год. И что я сделала? Я просто выкорчевала, выкопала кусты через один. Те, которые остались, они раскинулись настолько, что я, если честно, подумала, может мне их еще на один год оставить. Потому что высота сантиметров 30, урожай они дали неожиданно больше, чем в прошлом году, не ожидала, честно. И сейчас, я же говорю, я в недоумении, оставить их на пятый год или все-таки выкорчевать. Вот что значит, просто дала больше площади питания. Именно во время вот этой прочистки очень важно выявить и удалить кустики с признаками заражения нематодой и земляничным клещом. Их иногда проще именно убрать, нежели вылечить, потому что все-таки это ягода. А борьба с клещами – это химия. А с нематодой разобраться бывает очень сложно и нерентабельно, и невыгодно. Проще удалить кусты. Как это выглядит? Это деформированные, как будто сжатые листики. При заражении нематодой с тыльной стороны, вот если посмотреть на жилочки, на них будут утолщения. Жилочки вместо прямых будут извилистые, толстенькие. Такие кустики удаляем сразу. Сами кусты при этом очень сильно отстают в росте. Следующая проблема, на которую следует обратить внимание, это кусты с признаками увядания. Это может быть фитофтороз корневой шейки. При этом грибок попадает внутрь розеточки, внутрь рожка и вызывает отмирание. Если такую розеточку разрезать вдоль, можно увидеть мертвые проводящие пучки. Удаляем сразу. Еще один показатель, по которым нужно куст удалять – это отсутствие нормальных ягод. Есть вирусные заболевания, которые блокируют цветение. И даже не столько цветение, сколько плодоношение. Куст цветет, ягод нет. Такие кусты вон из поля. Как говорится, плохую траву с поля вон. Берем лопату. И вот этих товарищей, вот у меня тут как раз два таких объекта явно с земляничным клещом, я сейчас буду удалять. Их вот как раз желательно либо сжечь, либо глубоко закопать, либо все-таки лучше закопать. Лучше сжечь. Потому что если это нематода, а мы ее закопаем, она там и останется. Поэтому кустики с подозрительными признаками поражения нематодой удаляем сразу же. Это я уничтожу. И вот этого товарища я тоже уничтожу. Потому что от него ни ягод, никакой пользы, окромя вреда. От таких кустов, к сожалению. Достаем максимально со всеми корнями. И на уничтожение. Кстати, розетки с таких кустов брать категорически нельзя. Если это вирусное заболевание, оно прекрасно передастся от маточного куста, материнского. И всем дочерним розеткам. То есть мы, получается, взяв с такого кустика розетки, получим зараженную вирусами целую грядку земляники. А если их оставить до осени, то нет никакой гарантии, что насекомые не разнесут вирус по всей плантации. И через пару лет у вас ягод не будет от слова совсем. Поэтому все подозрительное, все, что отличается от здоровых растений, проще выбросить, а на их место посадить с этим здоровую розетку, нежели оставлять. Рыча, я тебе завидую. Красавец, скотина. Удаляем все сорняки. Удаляем больные листики. Рыхлим почву, если нужно. Здесь под этой мульчой почва, обратите внимание, какая она рыхлая. Вот, плюс мульчи. Но, надо сказать, у нас не было дождя уже больше недели, дней 10-12, и здесь потребуется полив. Все, что наросло ненужное, все удаляем. Все срезанные листья мы собираем и отправляем в компост. И обязательно проливаем триходермой. Итак, мы с вами обрезали листву, убрали сорняки, как конкуренты за питание и источник всех вирусов. И теперь приступаем к следующему важному этапу – полив. У нас дождя не было больше 10 дней. Почва хоть и тяжелая, но она все равно уже просохла. А удобрения вносить нужно только по увлажненной почве. Поэтому у меня здесь леечка, поливачечка с водичкой, и я буду все проливать. Рядочки. Получается не меньше ведра на метр квадратный. А если почва сухая, супещаная, а дождя не было очень давно, поливаем и больше. Пока не промочится почва на глубину 10-15 сантиметров. Это как раз тот горизонт, в котором находится большинство корней. После того, как мы пролили почву, приступаем к подкормке. Растениям в это время нужны и азот, и фосфор, и калий, и желательно микроэлементы. Для того, чтобы растение восстановило листовую поверхность, заложило хорошие цветковые почки на будущий год. И пошло дальше в зиму окрепшим и здоровым. Для подкормки сегодня я буду использовать бонафорте универсальное. Здесь азот, фосфор, калий в равном соотношении. И есть немного молибдена. Нам понадобится на метр квадратной площади. Очень хорошо, что они всегда дают здесь нормы расхода удобрения. Чётко их соблюдайте, и тогда никаких нитратов у вас не будет. Нам на землянику понадобится всего 30 грамм удобрения. Это 2 столовые ложки. Можно использовать также органические удобрения. Это настой коровяка. Это настой золы, источник калия. Это костная мука, как источник фосфора. Кстати, при внесении удобрения, конечно, желательно вносить удобрения путём полива, в виде раствора. Особенно, если у вас мульча, если у вас застелен геотекстиль. По листу вносить удобрения сейчас просто не имеет смысла по причине отсутствия листьев. Ну, а если у вас молодая клубника, только посаженного, первого года, тогда, конечно, удобрения можно вносить и вне корневым способом. Итак, приступаем к подкармливанию. Обязательно рыхлим, заделываем в почву. И закрываем обратно мульчой. После подкормки по увлажнённой почве дополнительно поливаем нашу землянику садовую. Биостимулятором растим ягоды. В нём целый комплекс различных ризосферных грибов и бактерий. Это грибки и бактерии, которые очень хорошо влияют на развитие корневой системы, можно сказать, микоризообразователей. Стимулируют и рост корней, и развитие растений в целом. Способствуют закладке цветковых почек. Плюс здесь же аминокислоты, гуминовые кислоты, фульвовые. То есть это именно те вещества, которые входят в состав гумуса, основного элемента плодородия. Так что потихонечку поливаем, разбавляем 1 к 100. И поливаем наши грядочки. Это можно сказать, как витаминки для наших кустиков. Через 2 недели такую подкормку можно ещё раз повторить. Если вы не успели подсыпать или не было потребности в подсыпке грунта своим кустиком в начале сезона, а сейчас видите, что их выпирает, что идёт оголение корневой шейки, обязательно подсыпьте свежего компоста, либо торфа, либо просто плодородной земли, чтобы корешки были в почве, чтобы они не перегревались. Ну и, конечно, подновляем мульчу. То, что наши кусты сейчас не цветут, не плодоносят, это не значит, что мульча им не нужна. Она им очень нужна. Особенно в такую жаркую погоду, которая сейчас у нас здесь установилась. Потому что мульча не даёт почве перегреваться, не даёт ей пересыхать и способствует сохранению плодородия. Так что подсыпаем кустики где нужно, мульчируем. И следующий этап – это обязательно защита. Поскольку сейчас у нас нет ни ягодов, ни цветов, даже практически нет листьев, угрозы для полезных насекомых практически нет. Мы будем бороться в первую очередь с теми болезнями, с теми вредителями, которые опасны именно для клубники. Это земляничный клещ, это различные листогрызы, а из болезней это, конечно же, листовые пятнистости. Бурая и белая – это гроза наших всех земляничников. Ну и мучнистая роса. И сейчас мы с вами приготовим хорошую баковую смесь. Я покажу, как. И обработаем наши посадки. Мы сегодня будем обрабатывать баковой смесью фуфанон плюс топаз. Топаз вообще тоже универсальный фунгицид, который работает и против листовых пятнистостей, и, что немаловажно, против мучнистой росы. Казалось бы, мучнистая роса – это основная проблема яблони, смородины. Но, оказывается, в отдельные годы она очень даже вредит и землянике. Поэтому выбор за топазом. Он хорошо справляется с мучисто-росяными грибами. Сейчас мы аккуратненько все это раскроем. Зарядим наш опрыскиватель. Всегда, кстати, перед тем, как вливать в опрыскиватель любые пестициды, любые удобрения, добавьте туда немножко воды. И только потом засыпайте или заливайте, добавляйте инсектициды, пестициды и прочие циды. Добавляем наши препараты. Лучше всего, конечно, обрабатывать наши насаждения в пасмурную погоду вечером или рано-рано утром. Но у нас сейчас яркое солнце, поэтому баковая смесь приготовлена. И как только солнышко пойдет на запад, я приду сюда и опрыскаю свои насаждения баковой смесью топаза и фуфанона. Это надежно защитит и от листогрызущих насекомых, и от клеща, и спасет новые молодые листики от листовых пятнистостей. Благодаря этому клубника уйдет в зиму подготовленная, здоровая и хорошо перезимует. Она следующий год сможет дать реально настоящий шикарный урожай. Но если у вас на участке проблем с болезнями и вредителями нет, то можно и нужно обойтись обработками только биопрепаратами. Например, от вредителей и болезней можно полить свою клубнику раствором профит-антивредитель и триходерма плюс стеная палочка профит. Это создаст надежный защитный барьер на поверхности молодых листиков и не даст вредителям и болезням повредить им. И плюс надежно поддержит ваши растения в процессе роста и развития до самого конца вегетационного сезона. Ну а чтобы повысить сопротивляемость нашему жаркому солнцу, нашим перепадам температуры, нашей погоде, если такая необходимость возникает, обработайте свою клубнику, когда начнет отрастать лист препаратами янтарной кислоты. Например, янтарином или фитовиталом. Или можно взять циркон. Фуфанон сработает как мощный биостимулятор, который активизирует все жизненные процессы внутри растения, и они хорошо справляются с самыми неблагоприятными условиями. Кстати, если у вас все-таки на участке клещ, а вы не хотите использовать фуфанон, актару и прочие жесткие препараты, можно обратить внимание на такие всем известные препараты, как серо-коллоидная. Она хорошо защищает и от мучнистой росы, и от клеща, или же всем известный фитоверм. Только помните, что применять их нужно строго по инструкции в вечернее время или в пасмурную погоду, чтобы не вызвать ожогов. Ну а биопрепараты, я думаю, все вы помните, что применять их нужно еженедельно, только тогда они действительно обеспечат хороший защитный эффект. Так а как же разобраться с нематодой, которая может, извините, извести нашу землянику в ноль? Тут, я думаю, все вы вспомните наши любимые бархатцы. Даже сейчас, после обрезки листьев, в конце июня, вы можете посадить или посеять семенами бархатцы по периметру участка. Нематоды, привлекаемые выделениями корней бархатцев, будут стремиться именно к ним и погибнут, потому что бархатцы привлекают к себе нематод, но и убивают, как только они появятся в пределах их досягаемости. А осенью вы спокойно уберете кустики бархатцев, отправите их в компост, а ваш участок станет на 90% здоровее. И заметьте, без использования каких бы то ни было химических веществ. И второе. Иногда наши садоводы-огородники любят уплотнять землянику какими-то другими овощами или цветами. Я советую вам, и сама уже не первый год, кстати, так делаю, я часто сажаю свою землянику вместе с чесноком. Летним, либо зимним. Иногда этот чеснок даже переходит меня в состояние многолетней культуры. Я заметила, что такое содружество земляника с чесноком приносит пользу им обоим. И, кстати, чеснок, в отличие от других овощных растений, которые дают мощную массу, листовую, или требуют очень много питания, он не оказывает на эту землянику никакого отрицательного влияния. Так что сажайте свою землянику правильно, ухаживайте за ней, и на следующий год у вас в землянике будет по-настоящему целое море вкусной, сладкой, сочной и ароматной. Я надеюсь, что наш ролик пригодится вам не один раз, и каждый год ваша земляника садовая будет радовать вас огромным урожаем вкусных, ароматных и сладких ягод. Ну, а я прощаюсь с вами, и до новых встреч на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь, и, конечно, приходите в наши магазины.